всем привет пришла вот еще одна посылочка которая потерялась уехала вообще в другой населенный пункт короче но потом нашлась и перенаправили она пришла но пока она короче дошла до меня я уже подал спор открыл короче уже вернул деньги и потом она где-то через неделю ко мне прибыла я было подумал как уже многие посылки мне пропали думал тоже уже пропала и не надеялся что придет но все-таки она дошла вот такая вот посылочка это весы как заявлено выдерживают до 40 килограмм написано вот без батареек они шли сейчас мы так что здесь еще есть инструкция читать мы конечно сейчас поставим батарейки посмотрим работают или нет а потом проведем испытания сейчас ставим батарейки они уже включились и что-то там уже показывают ну-ка вытяну я 40 килограмм или нет нет а вот так вот так хочу не моргают я не знаю почему они моргают порву хлястик а или так нельзя вот так надо или чё на да надо инструкцию конечно вообще-то читать сначала а потом что-то делать 13 килограмм чтобы проверить у меня ничего такого нету ну испытание мы проведем уже на свежем воздухе не в комнате наполним там полторашку например водой или литровую бутылку мне там еще кое-какие есть грузы всегда я хотел знать сколько у меня весит запасное колесо например от машины тоже проверим так что смотрим дальше ну что давайте проведем испытание берем весы набрал от полтора литра воды и вот пустая бутылка не знаю насколько будет точны но вроде как положено считается что литр воды примерно где-то равен одному килограмму сейчас сделаю такую лямочку удалочку сейчас накинем бутылку с водой включаем весы 1530 как видно ну и блин вот так вот сейчас взвесим взвешиваем пустую бутылку взвесим пустую бутылку и вес здесь фиксируется вот взвесили и он как бы сохранился чтобы сбросить надо нажать на кнопку опять выключение нет да вот так все он бросился так взвешиваем пустую бутылку 55 грамм показывает ну до граммов может быть и не точно но короче полтора литра взвешиваем больше взял как для рыбалки сейчас взвесим что я хотел взвесить и на сколько они выдержат взвесим сколько весит мое колесо вот оно огромное тяжелое колесо вот такое вот тут еще вот у меня вот плазик может его тоже взвесим вот этого зверя так ладно будем взвешивать колесо сейчас мы вот так положим придумаем какую-то сейчас штуку сюда возьмем проволоку если она выдержит конечно но я надеюсь выдержит еще в эх неравномерно вот вот так вот зацепим сейчас и проверим насколько все-таки мощные эти весы. Выдержит эта лямка или нет? Так, вали-ка отсюда, Шурик друг. Начинаем взвешивание. Короче, проволока вылетела прямо по лицу, и я пошел посмотреть, не пострадала ли моя физиономия. Но ничего, нормально. Сейчас повторим эксперимент. Потому что вес не зафиксировался. И сколько весит колесо, я не знаю. Сейчас мы чуть-чуть загнем по-другому. И возможно оно уже не разогнется. А возможно разогнется снова. Короче, не знаю, замер так и не удался. Как его провести, я даже не знаю. Сейчас что-нибудь придумаем. Но я все равно должен взвесить это колесо. Сейчас возьмем буксировочный трос и как-то с помощью... Вот. Правда, не будет видно. Сейчас выше подойму еще. Вот так вот, наверное, где-то, да? И вот так будем его вешать. Двумя камерами. Включаем весы. Цепляем. И, наверное, будут за сам корпус держаться. И давайте поднимать будем. Вот так. 30 килограмм, 56 грамм. Или нет, 560 грамм, да. 30 килограмм, 560 грамм. Вот такой вот вес колеса. Все-таки мы это узнали. Пусть все грязные стали, но мы это узнали. Так что, по крайней мере, 30 килограмм они выдерживают. По воде, в принципе, тоже довольно четко показывают. Там плюс-минус может быть 10 грамм. Так что, я думаю, можно покупать. Но то, что они потерялись по дороге, это, конечно, не вина китайца. Вина нашей почты, потому что ушел в другой населенный пункт. Так бы в срок все пришло. Ссылку оставлю на всякий случай, конечно. Так что, смотрите, прикольные. Для рыбалки вообще удобные, маленькие. Все, всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова